Здравствуйте, меня зовут Валентин Харклов и это цикл об истории средних веков, 4 сезон этого цикла, в котором мы говорим о странах Иберийского полуострова, Испании, Пертугалии. Мы рассмотрели уже достаточно много и Грестковский период, Студию, Леон, Кастилью, их исторический контекст, затем Навару, Аракон, Каталонию. И вот в этом выпуске поговорим о структуре общества и немножко о правовой системе этих королевств. Прежде чем перейти к этому выпуску, я хочу в очередной раз напомнить, что с 24 февраля 2022 года произошло вторжение путинских войск на территории Украины, где идет война уже с 2014 года, которую Россия развязала, аннексировав Крым и захватив части Донецкой и Луганской областей. Война продолжается, также воздушные тревоги, также обстрелы ракетные. Опять же, я нахожусь не дома, я нахожусь в относительно безопасном месте, насколько это может быть безопасным. Но, тем не менее, вас призываю, если у вас есть желание, возможность присоединиться к моему сообществу на сайте patron.patreon.com.kso.kho.kho.v и подписаться на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Волкоклов. Кстати говоря, на этом канале я начал выкладывать свои воспоминания, размышления о жизни общества в 80-е и 90-е годы. То, что вы, если вы не жили в это время, можете, в принципе, найти в интернете, но на YouTube практически нет такого. Есть тексты, текстовые ресурсы, в которых люди пишут, а то и в полкинот я решил изложить уже свои воспоминания. Но вернемся к нашему циклу. Говоря о структуре общества на северо-востоке Юбилийского полуострова, Альтамира Акривея неоднократно подчеркивает промежуточный характер ее между королевствами Астурия и Леона Костелия, с одной стороны, которая находится на севере-северо-западе, и королевством Франков, с другой стороны, которое, соответственно, находится там, где сейчас находится Франция. Каталония, которая 450 лет вообще формально входила в королевство Франков, в некоторой степени восприняла уклад жизни и право и обычаи, характерные для Франции. Но мы их подробно рассматривали в первом сезоне, поэтому я делаю отсылку на вот именно первый сезон. Но это только частично. А, конечно, в остальном в Каталонии сохранились также обычаи, которые существовали во время Вестготов. Навара и Рагон находились, находятся, в общем-то, между Каталонией и Кастилией, и, соответственно, там вот это влияние франкских обычаев и традиций, ну, в небольшой мере можно проследить, и в большей мере это, конечно же, влияние Вестготского периода, да и особенно влияние местных традиций, местных традиций, потому что эти королевства, они возникли в горных областях, вот в Пирене, где исконно жили восконы, то есть баски. Говоря о Каталонии в раннем Средневековье, в первую очередь следует сказать о том, что тогда, когда в начале IX века графства Испадской марки были обвоеваны франками, то на них распространился привычный франкам правовой режим. Франки, как завоеватели, имели преимущественное право на распределение земель. Но у нераспаханной земель, в общем-то, было довольно много, и речь шла, наверное, как вот я предполагаю, об освоении новых земель, а не о том, чтобы отобрать и переделить уже существующее земельное владение, которое там из римских времен еще существовали. И в Каталонии существовал на то время режим персонального права, как и, в общем-то, это характерно для раннего Средневековья. То есть в чем заключается этот режим? Что каждый народ живет по своим правовым обычаям на одной и той же территории. Делаю отсылку к первому сезону, где примеры разбирались очень детально о правовом обычае персонального права. Сезона в Каталонии это были франки, которые жили по своим законам. Были вестгоды, у которых продолжались правовые обычаи свои и бераримляне. Но на самом деле уже вестгоды и бераримляне, в принципе, у них произошла унификация. То есть это та же вестгодская правда. И мы, кстати, говорили очень подробно о ней во втором сезоне. Ну а со временем эта вестгодская правда превратится в фуэро-хузгу, в обычное право этой земли. Как королевские чиновники, графы отвечали за распределение земель и два типа земельных пожалований. Ничего тут я не открою нового. Это аренда на условия выплаты оброка или же ценза. И аренда на условия несения определенных повинностей. То есть это бенефиций или фио. Ну, собственно, бенефиций, а не фиоды, превратились. И пожалованные ими люди должны были некоторые повинности отбывать за эти пожалования. Ну, в первую очередь, воинскую повинность, несения воинской службы. А вот те, кому давали цензовые земли, по всей видимости, превратились со временем в крепостных. То есть, что такое вот пожалование земли на условия выплаты оброка. Это, в общем-то, есть, ну, по сути, крепостное право. И вот, что пишет Альтамир Экливер в данном случае. Класс крепостных. Ну, в данном случае не имеются в виду личные рабы, которые тоже существовали. Именно вот класс крепостных ведет свое начало от оброчных крестьян, держателей, графских, аладеальных и коронных земель. Здесь я сделаю примечание, что короли также передавали свои земли на условия выплаты оброка, не только в качестве фиода. То есть, как мы видим из этой цитаты Альтамир Экливер, крепостные были лично свободными людьми. И он подчеркивает, в отличие от, собственно, рабов, которые держали, то есть, арендовали в данном случае земли у их конечного владельца. Ну, а лот – это частная собственность, и владелец земли, он владел на правах частной собственности. Также король, можно сказать, был аладеальным собственником всего королевства. И третий вариант, упомянутый Альтамир Экливер, это аренда у бенефициарного собственника, то есть, у феодала. Ну, в данном случае, у графа. Ну, когда вот речь идет об аладах в данном контексте, то это земли, которыми владели на правах полной частной собственности. И мы это видели в других частях французского королевства той эпохи. И во время распада Каролинской империи, это конец 9-го, начало 10-го века, владельцы аладов стали подвергаться притеснениям. Грубо говоря, у них есть собственность, есть много желающих их там пограбить или каким-то образом ущинить. И им надо было обращаться за помощью, за защитой к людям, у которых была военная сила. Это что-то типа рэкета в конце 80-х, в начале 90-х годов в нашей стране. Так вот, как и в случае постсоветских стан, естественным выходом было найти такого своего рода крышу. А кто мог ее обеспечить? Ну, это те люди, у которых были военные дружины. И обычно это те же графы, как, в принципе, такие наиболее крупные представители. Сначала короля, а потом уже феодалы, независимо, де-факто, от него. И как раз в это время графы-то и становятся феодалами, если мы вспомним первый сезон. Так вот, владельцы аладов достаточно охотно шли под такое покровительство. Они передавали свою землю феодалу, например, графу, чтобы тут же получить ее обратно, но уже не как алад, а как бенефицию. И они должны были уже в пользу графа осуществлять нету предповинности. Ну, или отрабатывать там, скажем так, барщины, то есть становиться крепостными. То есть мы видим, что в Каталонии все обстоит точно так же, как и в других частях королевства франков. И за подробностями отсылаю к выпускам номер 16 и 17 первого сезона. Политическая власть в Каталонии с конца 9 века сосредоточилась в руках графов. Их было несколько, как мы помним из предыдущих выпусков. Изначально там было 4 графа, потом больше. Но к концу 12 века можно сказать, что графы Барселоны консолидировали в своих руках практически все каталонские графства. А в Наварии и в Арагоне, как мы помним, власть сначала принадлежала роду. Ну, там двум летлям рода. По всей видимости, еще из традиционных кланов. Ну, опять же, отсылаю к предыдущим выпускам, где разбиралось происхождение эндокаристы. Ну, и лишь к началу 11 века можно судить о том, что возникают в этой части Березького полуострова государственные институты. Особенно это актуально, конечно же, в правлении Санкт-Петербурга Третьего или же Санчо Третьего, когда Навара стала доминирующей силой среди христианских королевств Березького полуострова. Королевская власть там была уже довольно крепкая. И куда более прочная, чем в той же феодальной Франции. Формально выбор с королей, кстати говоря, в Наваре сохранялась. Монарх должен был считаться сознатью в делах объявления войны и заключения мира, но имел полную судебную юрисдикцию в делах королевства. В Каталонии же было не так. Власть королей Франции, она номинально существовала. Хотя, де-факто, графы, конечно же, действовали как независимые правители. И имели судебную юрисдикцию на территории своего графства. При этом суд, по традиции германцев, решила община в лице своих представителей. Их собрание Альтамира и Криве называют Мау, Маль, Плацитум, Юдициум. При этом он пишет, что имена Карла Лысова, то есть в середине 9 века, эти собрания судили Вестготов по их законам, то есть по Фуэра Хузгу. Хотя на территории испанской марки также в тот момент полностью действовали и капитулярии франкских королей. В Таварии и Варагонии, также в Каталонии, была распространена практика издания Харти, которая определяла правовой режим отдельных общин, в первую очередь городов. Ну, это знакомый нам Фуэр. Граф Борель в 986 году подтвердил Хартию Кордоне, а в 1025 году граф Беренгарий Раймунд I подтвердил вольности жителей Барселоны. Но, правда, неизвестно были ли они предоставлены именно этим графом, или граф просто подтвердил то, чем горожане пользовались и до того. Но это было оформлено в виде Харти. Длиннейшим известным Фуэром Наварии и Арагонии был Фуэр Сабрарве. Это сборник правовых норм, относящийся к привилегиям знати, и, возможно, как раз для графства Сабрарве это было примерно то же, что и кутюмы во Франции, во французских графствах, то есть сборник правовых обычаев. Переходим к высокому средневековью. В высоком средневековье Наварра была наименее феодализированным королевством. Структура общества в целом напоминала Леон и Кастилию. Здесь также была высшая знать, которая называлась точно так же, Рикос Омбрас. Ниже них по уровню в благородном сословии были Инфансоны и Кавальнерас. Рикос Омбрас подлежали суду лиц, равных им по положению, имели право предоставлять в своих замках убежище всем преступникам. Кроме того, Рикос Омбрас были освобождены от уплаты податей и так далее. Короли обычно передавали им право разбора второстепенных дел, но при этом сохраняли функции Верховного Судя за собой. И также право апелляции. Фактически Рикос Омбрас в своих сеньориях пользовались почти полной абсолютной властью, однако юридически все же это не было верно. Существовало, конечно, сословие духовенства. И третье сословие – это лица, которые были лично свободными, но неблагородного происхождения. Вот его численность как раз возрастала. В основном это были жители городов, которых называли Руану. Ну а жителей сел называли Вилланы. Это лично свободные крестьяне, которые были прикреплены к земле. Они не могли покинуть землю сеньора, не оставив вместо себя другого человека. И при этом обычно теряли движенное имущество. Ну, видимо, это связано с тем, что это арендаторы. Да, вот они арендовали землю. Если они уходили, ну, земля стояла. Сеньору невыгодно. Они должны были, если они уходили, найти другого арендатора. Вот, в общем-то, суть крепостного права в Наваре. Они также обязаны были отбывать воинскую службу, срок которой определялся сеньором. Если крепостные умирали бестетными, то их имущество переходило к сеньору. Ну, на самом деле, там был ряд переходных контактаций, но это не суть важна. В принципе, вот юридическое положение лично свободных людей, оно отличалось, но уже не так сильно от положения сервов, то есть лично несвободных людей. Начиная с санктия Великого, престол до факта становится наследственным. Причем к наследованию без всяких ограничений также допускались и женщины. Ну, мы помним, это уже в конце высокого седневековья, когда престол Навары по женской линии наследовался и Шампаньской династией, и потом Капитинками. Король был главой вооруженных сил, и осуществлял верховную судебную и административную юрисдикцию. Ему же принадлежала законодательная власть, только он имел право чеканить монету. Присяга обязывала его соблюдать фуэрос, причем действия ограничивались высшей властью, представители которой входили в состав Королевского Совета. Территория страны делилась на округа административные, которые назывались Мериндады, а во главе их стоял чиновник, который назывался Мерино. Ну, Меринос, это, наверное, множественное число. И, собственно, это вот исполнительная власть королевства. Они разбирали дела Вилана, взбор, подать и исполнение судебных переговоров и так далее. Отправление в правосудие в городах возлагалось на особо должностных лиц, которых назначал король. Это были судебные алькальды. А вот типа Верховного суда также было, в него входили главные алькальды. Однако компетенция этих судей распространялась только на Виланов в сельских местностях и Руанов в вольных городах. Дворян же судил непосредственно сам король и коллеги в составе трех рикос Омбрас или Инпансона. Менее других в Наваре была развита законодательная власть. В отличие от королевства Берийского полуострова, здесь не сформировались корпусы, ну, по крайней мере, до конца XIII века. Да, в XI и XII веках созывались так называемые хунты. Хунты – это вообще собрания. Но там было только знать, на них могли присутствовать представители городов и духовенства. Однако подобные собрания происходили только в исключительных случаях, в связи с чрезвычайными событиями, ну, например, в случае избрания королев. Наварское законодательство в этот период представляло исключительно фуэрос отдельных городов. И унификация законодательства произошла довольно поздно. Ну, хотя вот есть мнение, что вот это было произведено в правлении Теодавальда I в 1237 году. Теперь про Арагон. Хотя Арагон и Каталония вошли в личную унию в высоком Средневековье, но эти части Арагонской короны были, в общем-то, отдельными королевствами, точнее, королевства Арагон и Каталония как принципа, и управлялись они по-разному. В Арагоне структура общества была схожа с Наварой, тоже высшая знать, Пикасомбрас. Они тут более напоминают феодалов, поскольку они должны были за свою землю три месяца в году служить в Каневском войске. Ниже них были кавальерос, то есть рыцари. Естественно, что рыцари короля назывались Меснадерос. Возможно, это можно перевести как дружинники, как он делает Экстамир Эквилер. Далее, следующий, на ступеньку ниже, были инфансоны. Это были лично свободные люди, которые не обязаны были постоянно служить в войске, а лишь защищать свои земли и пребывать для участия в больших военных кампаниях. Городской средний класс делился на две категории. На бургесес, это граждане, которые занимались свободными профессиями. И образ де кондисион, это ремесленники, рабочие и так далее. Крепостных крестьян, Эльдомир Эквилер, называют колоннами. По-видимому, это такая калька с римских времен. И существовала преемственность такая правовая от римского колонната. И также он приводит других наименований, в частности, Вилланы. Поначалу они были более-менее свободны в Арагоне. Но к XIII веку происходит их большее закрепощение, усиление повинностей в пользу сеньора. И это произошло после кортезов в Уэске в 1245 году, когда сеньоры получили абсолютную власть над своими крепостными. Пожалования за военные заслуги или бенефиции могли отниматься у Рикосомбрас, но только в очень исключительных случаях неповиновения или измена королю. И это, в общем-то, та черта, которая свойственна феодальному режиму. А король имел своих судей на территории королевских доменов, тогда как на землях Рикосомбрас суд решили их собственные алькальды. Королевским должностным лицам зачастую туда не было входа. А королевские должностные лица, в общем-то, управляли территориями, которые не принадлежали сеньорам. Итак, кто относился к королевской администрации? В общем-то, видным чиновником был Аль Гвасил. Это судья-исполнитель решений короля и его совета. Далее были представители короля в городах. Это Мустасафы. Это чиновники исполнительной власти. И еще были Байли, которые осуществляли сбор налогов. Суд в городах решили алькальды. Это были муниципальные судьи, и их избирали горожане. А в части уголовных дел также судили юдексы. Вот юдексы – это уже судьи, которых назначал король. Виновность определялась присяжными. Они назывались юрадос. Но, судя по тому, что я понимаю, это были, по сути, присяжные. И были также судебные приставы, которых называли сайоны. Иаков I был обычай, когда королю помогал в управлении делами его старший сын. И, возможно, отсюда берет начало титул генерального прокуратора. Кроме того, возникает такой титул, как юстисия или хустисия. Это коронный судья. И это очень важный человек, который на кортесах в 1265 году стал даже независимым от короля. Потому что знать добилась признания за этим судьей право разбирать тяжбу между королем и дворянами. Такой судья-посредник. И король утратил право единолично назначать хустисию. Вообще, собрания знати в Арагоне существовали с 11 века. Но, собственно, о кортесах можно говорить в 13 веке, когда собираться стали четыре сословия. Это, собственно, Рикосомбрас, Кавальнерас, духовенство и горожане. Кортесы сначала собирались королем каждые пять лет, затем каждые два года. И обычно они созывались в Сарагосе. А в Каталонии и Валенсии были совершенно отдельные свои кортесы. Но также иногда во всей Арагонской короне созывались объединенные кортесы. Собственно, кортесы Арагона разрабатывали проекты законов, принимали присягу короля, приносили присягу наследнику трона, разбирали судебные дела об оскорблении короля. И также в их компетенцию входило согласование вопроса денежной помощи. Королю, назначенная кортесами постоянной комиссии, следила за расходованием вот этих собранных общественных средств. В 11-12 веках основная часть законодательства в Арагоне – это фоэрас отдельных городов. Но к середине 13 века Яков I осуществил большой проект по унификации законодательства королевства. И, наконец, третья часть – Каталония. Структура, знаете, в Каталонии отличалась от других королевств Иберийского полуострова. Как и во Франции наиболее крупные феодалы – это графы. Изначально чиновники королевские, которые управляли там в крупных городах в середине-конце 9 века. Они постепенно стали становиться собственными феодалами, не чиновниками, а такими в подлинном смысле феодалами. На ступеньку ниже стояли бекунты – это вице-графы. Средний слой знати представляли вальвасоры. Вальвасор – это тот, кто имел феод, который равнялся, по крайней мере, пяти рыцарств. И впоследствии, в общем-то, их стали называть баронами. Изначально бароны – это непосредственная вассала короля, поэтому изначально это несколько другой термин. Но уже там в середине, в Су-Высокого Средневековья, смысл термина барон изменился. Это вот, собственно, похоже на то, что вальвасоры стали баронами. Ну, а на ступеньку ниже их находили, собственно, рыцари. Вассальные отношения были ясно определены в барселонских обычаях. Синьор давал вассалу в качестве феода земли из своего домена. Вассал обязывался сохранять верность и оказывать некоторые услуги, которые заключались, например, в военной службе хост. Это дальше обязательства явиться в дружину синьора на боевом коне, кабальгада или кабальгада. И обязательства передачи вассалам власти над своим замком синьору по требованию последнего. Это потестат. Обычно эти обязательства гарантировались одной лишь присягой, которую давал вассал во время акта оммажа. Очень похоже на феодальный режим во Франции. Обычаи предусматривали вкладу штрафа по их возмещению в том случае, если вассал не выполнял своих обязательств. Свободные люди, свободные горожане Каталонии делились на три подкласса. Лучшие люди, проби, хоминес, городская верхушка. Далее были средние люди, это пупцы, цеховые мастера. И нижние люди, это мелкие торговцы, рабочие. Крепота и крестьяне назывались ременса, потому что они теоретически могли выкупить арендуемый имен надел, но до выкупа они оставались привязаны к этому наделу. И обычно фиксировали отношения крепостных и владельцев земли. Например, если крестьянин умирал, не оставив потомства, то надел возвращался к синьору. Если усадьба крестьянина сгорала, то он должен был компенсировать синьору часть утраченного имущества. И вероятно, имеется ввиду, что он арендовал не только землю, но и имущество, движимое имущество и недвижимость. И, кстати, я напомню, что очень похожая ситуация была в Ирландии, о чем мы говорили в третьем сезоне. Интересно, что крестьянская усадьба в обычаях называется манс. И это то слово, которое мы встречаем еще в первом сезоне, когда говорим об особенностях ведения хозяйства в крепостных королингах, когда возникает монореальная система. При этом крепостные были прикреплены к земле как арендаторы, но они оставались лично свободными. Но также существовали и рабы, это лично несвободные люди, и, как правило, к ним относились захваченные в ходе военных кампаний в плен мусульманин. Организация системы права в Каталонии более всего напоминает Францию в том, что там действовали нормы феодального права. А обычаи, ну барселонские обычаи, это по сути кутюмы, которые действовали в испанской марте. В Каталонии продолжали действовать также вискотские правовые нормы, то есть это фуэра хузга. В высоком средневековье постепенно возрождается интерес к римскому праву. Впрочем, как и во Франции с 13 века, четко видна тенденция к унификации правовых норм, к росту абсолютной власти короля. Ну, в случае Барселоны, это граф, то есть принцип с Каталонии. При этом существуют также кортесы из трех сословий. Это аристократия, духовенство и горожан. Принятые на кортесах по инициативе короля, законы назывались конституциями, а законы, которые инициировали другие сословия, звались капитулы. До 13 века основой системы права оставались также фуэрц. Новая публичная администрация в Каталонии строилась на основе округов, которые назывались Вегерии. А во главе их стоял чиновник Вегер. Подчинения Вегерам были байли. Города имели самоуправление. Как правило, ими управляли хунты, то есть собрания горожан. Эти хунты избирали постоянный действующий совет, членов которого называли патрицы, консулы и присяжные. В некоторых городах, например, в Барселоне, словом, консул обозначали высшее должностное лицо, городское, муниципальное должностное лицо, которое представляло город, в том числе во внешних сношениях, и заботилось о его торговых интересах. Вот, в общем-то, все о том, что я хотел сказать о структуре общества и правовых обычаях, этих частей Иберийского полуострова в раннем высоком Синемькомбе. Я благодарю вас за внимание, подписывайтесь на мою страничку на патрионе patreon.com.com.br Подчеркивание! Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Оставайтесь на этом канале. У нас в этом сезоне осталось еще посмотреть на историю Португалии. Ну и это вот через некоторое время я сделаю эти выпуски. Вас еще раз благодарю за внимание. До свидания и до новых встреч. Продолжение следует...